Здравствуйте! Вы смотрите «Православный взгляд», программу не только, не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы сегодня вновь попытаемся взглянуть на эти события православным взглядом. Я Виталий Степкин. А мой собеседник в студии – митрополит Томский Асиновский Ростислав. Владыка, очень рад снова видеть вас в нашей студии. Также взаимно очень рад видеть вас, Виталий. Владыка, давайте поговорим, знаете, о какой теме, которая, наверное, многих людей волнует, которая вот находится в каком-то таком поиске, может быть, духовном. Вот лично мне в школе преподавали то, что человек произошел от обезьяны. Но ведь это полностью противоречит библейским истинам. Но вы наверняка тоже в советской школе учились. Что вы об этом думаете? Ну, вообще вот с точки зрения научной, когда говорят «человек произошел от обезьяны», мне кажется, это крайне ненаучное само по себе высказывание. Это какой обезьяна-то? Человекообразный. Человекообразный. Во-первых, обезьяны-обезьяны рознь, если кто-то бывал в зоопарках, в частности, вот в московском зоопарке, где огромное количество, так сказать, вольеров, и каких только обезьян нет. И даже если встать на позицию Дарвина и предположить, что природа, мир разбивался, так сказать, постепенно, вот, то тогда даже такие сторонники вот этой теории, они предполагают, что да, было некое такое существо, от которого произошел человек. То есть человек древний, он как бы не совсем похож на человека нынешнего. Но о том, что вот, так сказать, это обезьяны некое, вот, мне кажется, что уже обезьяны, они вот сами по себе, а человек сам по себе. Тем более, что часто ведь называют дарвиновское учение теорией. На самом деле, вот тут тоже я крайне не согласен с самой терминологией. Что такое теория? Теория – это некое обобщение неких исследований, открытий, изложение, так сказать, словесное, вот, теоретическое того, что вот открыто в результате поиска. Вот. В основе учения Дарвина ничего такого нет, поэтому, наверное, правильнее было бы называть вот то, что мы называем дарвинизмом. Это гипотеза, гипотеза Дарвина. Да, он принимал участие в одной очень интересной экспедиции, чуть ли не кругосветной, по-моему, путешествии, где он собирал материалы о различных животных, растениях. И потом вот результатом этой экспедиции получилась некая такая работа обобщения о происхождении видов, вот, которая дала вот начало вот этой самой вот гипотезе. Причем сам Дарвин, он в своей этой книге «Происхождение видов» пишет о том, что пока нет никаких научных доказательств этого, это некое вот такое предчувствие, что ли, вот, то есть, о чем я и говорю, это гипотеза. Но Дарвин надеялся, что со временем наука и археологические раскопки, они внесут свой вклад, найдут вот эти вот звенья, которые отделяют вот это первобытное существо, так сказать, которое в настоящее время называют якобы обезьяной, вот, и современного человека найдут эти вот переходные всякие периоды звенья. На самом деле, с течением времени не только звенья не были найдены, но и, наоборот, появились новые тенденции в науке. Это и генетика, это и изучение ДНК и прочее, которые сейчас, ну, серьезным образом ставят большой-большой жирный вопрос, все ли так просто. Что же касается самого Дарвина, которого иногда пытаются записать в лагерь отъявленных безбожников, атеистов, он себя таковым никогда не позиционировал. Было даже время одно, когда он собирался, закончив, получив богословское образование, он его получил все-таки посвятить себя служению церкви, он готовился к священнослужению. Но потом, когда он вот совершил это кругосветное путешествие, занялся, по сути дела, уже научной работой, и как бы вот идея его, которая, она на самом деле не была уничтожена, но как бы отошла на второй план, вот, стала неактуальной для него. Но стать священником – это была для него вполне естественной идеей. И даже в своих вот этих произведениях, на которые теперь ссылаются, как на такие основополагающие труды по теории эволюции, как происхождение видов, происхождение человека Дарвин, пишет, что невозможно себе представить, чтобы жизнь вообще на Земле появилась сама собой. И что Господь сотворил, как он считал, некие простейшие формы жизни сначала, и несколько таких форм, а уже от них вот взяли свое начало вот эти эволюционные процессы. И потом вот мир стал таким многообразным в процессе эволюции, но за этой эволюцией тоже стояла некая такая духовная движущая сила, то есть Господь. То есть Дарвин был верующим человеком. Если он совмещал в себе и веру, и свою теорию, то на самом деле в его голове, так сказать, противоречия здесь никакого не было. И он крайне критически относился и возражал всегда тем, кто пытался его записать в лагере тех, кто полемизирует с библейской книгой «Бутия», опровергает или ставит под сомнение описанную в Библии вот картину происхождения мира. В этом отношении Дарвин как раз считал, что он себя таковым человеком не считает. Поэтому в этом отношении мне кажется, что теория Дарвина, она не столько теория, сколько гипотеза. Гипотеза, которая в течение времени так и не находит каких-то таких очень основательных доказательств, хотя каких-то основательных опровержений она тоже не находит, поэтому она до сих пор остается гипотезой. Гипотеза, если вот отстраненно говорить. И поэтому в настоящее время и среди ученых, причем великих ученых, которые профессионально этими вопросами занимаются, есть два лагеря. Есть эволюционисты, а другую группу креационистов называется от слова «творить». Значит, то есть все либо сотворенное, либо произошло благодаря эволюции. Но сам Дарвин считал, что это тоже все было сотворено Богом, но движущей силой творения была эволюция. Но с точки зрения богословской, какая богословская здесь может быть дана оценка, Богу легко как и в одно мгновение сразу сотворить весь мир, так и творить его хоть миллиарды лет посредством эволюции, без посредства эволюции. Но Господь, если бы и прибег к эволюции как к некоему инструментарию, то не потому, чтобы он не мог это сделать каким-то другим образом, а потому что в этом, наверное, тоже мог бы быть какой-то особый замысел Божий. Библия до нас доносит одну простую мысль, что творцом этого мира и человека был Господь. А уж каким образом это было все, это уже делал науки. Но и в настоящее время, как мне кажется, гипотеза Дарвина, она совершенно не оправдывает себя. Ну а уже тот, кто просто заявляет о том, что человек произошел от обезьяны, это уж такая примитивизация вот учения Дарвина и вообще вот эволюционной этой теории сведения, которая на самом деле компрометирует, мне кажется, эту теорию. Владыка, а вот с точки зрения в принципе эволюции, с богословской точки зрения никаких противоречий не возникает? Например, что у кого-то когда-то там были крылья, стали там лапы? Ну, знаете, даже в духовной жизни человека иногда у человека сначала бывают крылья, а потом могут вырасти рога, либо наоборот, условно говоря. Что я имею в виду? Есть такой народный такой стих какой-то, а может быть он ненародный, я не знаю, по крайней мере я помню, что старые люди, которые прошли еще школу, такую царскую, они любили по вечерам собравшись петь какие-то духовные стихи, песни. И вот я помню, из-за бабушки ее подруг такое произведение, в котором рассказывалось об одном художнике, который хотел изобразить сначала ангела, а потом на закате своих дней хотел изобразить вараву, это того разбойника, которого в конце концов Пилат оправдал, отпустив его на свободу. А осудил вместо него Иисуса Христа. И вот этот художник искал некие такие типажи, с которых он бы мог написать, в одном случае, ангела, во втором – разбойника. Вот когда он писал ангелу, долго он искал натуру, но в каждом человеке он видел отпечаток каких-то страстей, пороков. И вот вдруг в одном приюте он нашел одного мальчика, такой был вот прям ребенок ангелоподобный, чистый, непорочный. И он как раз вот с него писал ангела. Прошло какое-то время, десятилетие, он захотел написать вот этого страшного разбойника, снова долго не мог подобрать подходящую натуру. И тут вдруг он где-то в темнице, в тюрьме нашел такого уже человека, который был, что ли, воплощением зла. И каково же было удивление этого художника, когда он узнал, что это тот самый мальчик, с которого он писал когда-то ангела. Вот поэтому, конечно же, бывает это и в духовной жизни, и почему бы не быть этому в материальной природе. Вот. Но здесь как бы вот мы символ веры, который, как и берет свое начало из священного писания, вот в церкви имеем. Там первый пункт. Веруем во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимого всем и невидимого. То есть Бог творец мира. Каким образом он творит этот мир? Вот дает нам Библия общую картину схемы, а уже в рамках этой схемы, ну, каждый пытается осмыслить это по-своему, привлекая, ну, доступные на тот период развития человечества какие-то научные данные. Причем были попытки комментировать Библию с естественно-научной точки зрения во все времена. И вот в 20 веке появляются какие-то такие вот научные статьи в самых выдающихся журналах о сотворении Бога мира, а толчком этому стало совершенно неожиданное открытие, которое сделали астрономы, так называемое явление красного смещения. Вы знаете, ведь любой источник света, если разложить этот свет на спектр, то если светящийся объект от нас удаляется, то эти линии спектра смещаются в красную сторону, а если приближается, то в фиолетовую сторону. И вот когда астрономы наблюдали за галактиками, вот оказалось, что все галактики от нас удаляются. Вот, то есть Вселенная, она как бы расширяется. А раз она расширяется, ученые как бы попытались мысленно открутить вот эту машину времени в обратном направлении. Если вот Вселенная расширяется, а что было там тысячи, миллион лет назад. То есть они пришли к выводу, что, очевидно, началом бытия этого мира стал так называемый первобытный взрыв из какого-то первого атома. Но что послужило-то к этому взрыву? То есть внутри причины этого атома такой причины не должно быть. То есть должна быть внешняя какая-то причина. То есть ученые пришли к выводу, что, очевидно, вот Бог сотворил мир, причем из какого-то этого первого атома. И вот этот большой взрыв, как его называют ученые, был вот началом творческого процесса Бога в мире. И таким образом вот как бы появилось такое открытие. Люди увидели в этом некую схожесть опять с библейским повествованием. И тут опять наука и открытие, научная и библейская доктрина. Они совпали. То же самое вот бывает и во всех других отношениях. Что касается вот происхождения видов этого учения Дарвина, то, к сожалению или к счастью, в настоящее время нет никаких-то ни таких вот сокрушительных опровержений этой теории, ни каких-то вот таких твердых, непоколебимых оснований, которые вы нас убеждали в этом. Но в любом случае вера библейская, она ни от одного, ни от другого не страдает. И корнями своими уходит, конечно, священное писание. Владыка, давайте перейдем ко второй части нашей программы. 21 февраля русская православная церковь отмечает память великомученика Федора Стратилата. Что это за святой? Хотя святой древний, вот, ну, имя его всегда очень почиталось и почитается в христианской церкви, не только православными, но и ремокатоликами. Само слово «стратилат» – это одна из военных высоких должностей, но одновременно она как бы и административная должность. Стратилат совмещал в себе должность современного, ну, может быть, и мэра, и военноначальника, то есть его задача была… Генерал-губернатор. Да, своего рода генерал-губернатор. Правильно, вот вы некую аналогию такую подобрали. И вот такой высокий пост занимал и Федор Стратилат. Но в то время, когда римские власти исповедовали язычество, они видели в христианстве ну, некую такую угрозу, не только религиозную для империи, но и политическую. И поэтому всячески боролись с христианской церковью. И когда Ликиний был такой император, он увидел, что никакие пытки не могут сломить христиан, что они с радостью даже идут на муку. Он поставил задачу в первую очередь искоренять христианство в тогдашней элите. И тогда пострадали, например, 40 мучеников севастийских. Это вот знатные воины, которые обнаружили, что они исповедуют христианство, их согнали в озеро Севаш, в холодную воду, и не выпускали оттуда, пока они не отрекутся от Христа. И только один проявил малодушие и вышел из этой воды, а другие мужественно претерпели смерть. В то же время пострадал как раз и Федор Стратилат. Он заведовал одной из областей в Малой Азии. И когда императору стало известно о том, что там как-то усиленно распространяется христианство, он стал апеллировать к Стратилату того города, к Федору, требуя его отчета. Как так? А ведь Федор сам, будучи христианином, и способствовал распространению христианства, проповедовал веру Христову. И тогда Федор Стратилат приглашает императора посетить его город для того, чтобы тут как бы на месте разобраться. Но у Федора были особые свои намерения. И когда помпезный император прибыл туда, привез с собой многочисленных идолов, перед которым должен был бы он требовать, чтобы совершили местные жители жертвоприношения, тем самым выразив покорность императору, то Федор сокрушил этих идолов, разбил их, что привело, конечно, в неимоверную ярость царя. Но Федор, исповедовав открыто перед царем веру во Иисуса Христа, призывал оставить языческое заблуждение самого императора, но сам Федор был арестован, подвергнут жестоким пыткам, приговорен к смертной казни через распятие, его тоже пригвозили ко кресту. Но когда он на кресте, вроде бы уже, как все думали, скончался, на самом деле произошло чудо, когда Господь послал своего ангела, и тот снял, по сути дела, бездыханное уже тело Федора с креста, и жизнь снова вернулась к Федору. И каково было удивление всех жителей этого города, когда они увидели Федора на улицах города вновь живым, и даже здоровым, и снова проповедующим Христа. От этого числа у веровавших еще было больше. Ну, а потом все-таки император осуществил свое намерение и казнил Федора через отсечение головы. Ну, и после своей кончины святой страстотерпец, великомученик Федор, он продолжал творить чудеса, и до сих пор по молитве к нему совершаются различные чудеса и знамени. И во времена Византийской империи он считался покровителем византийского войска. И всегда, когда воины шли на битву, они призывали этого святого. И зафиксированы многие случаи, когда святой великомученик Федор помогал Ромеям в их противостоянии с недругами, в том числе и с нашими далекими предками, когда в X веке отец равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, который был язычником, совершил поход на Царьград, на Константинополь, а силы Росова были превосходящими, и поэтому ничего это хорошего Царьграду не сулило, кроме как разорением, ограблением, убийствами, пленением его жителей, то в очередной раз императоры, патриархы, жители обратились за помощью к Богу и к святому великомученику Федору Стратилату, и Федор Стратилат тогда явил свою силу, помощь, и малыми силами одолели Ромея и жители Константинополя нашествие Росов, сам князь Святослав был ранен тогда, и, несомненно, все жители Константинополя относили эту победу к милости и заступничеству великомученика Федора Стратилата. У нас, для нас, для томичей это имя особенно близко потому, что когда оказался в сибирских пределах странник, так называемый Федор Кузьмич, по крайней мере, так он себя называл, то вот своим небесным покровителем Федор Кузьмич считал и называл святого великомученика Федора Стратилата. Вот. И поэтому наш томский святой подвижник Федор Стратилат, ну, является какими-то такими святыми, очень близкими, и поэтому есть даже такая икона, где на одной иконе изображен в центре старец Федор, а по бокам от него святой благоверный князь Александр Невский, а с другой стороны Федор Стратилат. Но такие вот храмы, где или монастыри, посвященные великомученику Федору, они возникали по всему лицу нашей земли, повсеместно, начиная с момента крещения Руси, что свидетельствовало о почитании нашего народа этого святого. был один из монастырей, посвященных Федору Стратилату и в Переславле-Залесском, это родной город Александра Невского, где родился Александр Невский. И вот этот монастырь, разрушенный при советской власти, начал восстанавливаться уже в наши времена, и вот попечение над восстановлением этого монастыря взяла на себя государственные службы судебных приставов Российской Федерации, и им удалось вот общими усилиями, собирая средства, проявляя личную инициативу, возродить, по сути дела, этот монастырь, и поэтому святейший патриарх наш, он даровал службе судебных приставов такой как бы привилегию, что ли, или честь, иметь своим небесным покровителем, вот так сказать, святым, который вот оказывает особую милость и помощь святого Федора Стратилата, но это официальное как бы такое вот признание, конечно, но на самом деле это вполне логично, раз судебные приставы проявили такое вот благоговение к наследию Федора Стратилата на русской земле, к монастырю, посвященному имени, конечно же, этот святой имеет особое благорасположение к этим людям, и поэтому в настоящее время вот в России Федор Стратилат считается не только покровителем воинства, любого человека с погонами, особенно покровителем от службы судебных приставов. У нас в Томске судебные приставы даже на свои средства тоже заказали икону иконописцам, на которых изображены святые, в том числе и святой Федор Стратилат, и эту достаточно большого размера икону, они пожертвовали в Богородице Алексеевский монастырь, где находится мощь как раз старца Федора Кузьмича, имя, который носил имя в Сибири Федора Стратилата. Эта икона сейчас находится в храме Богородицы Алексеевского монастыря. Это подарок наших томских судебных приставов. У вас осталось очень мало времени на блиц вопроса. Долгое время был очень востребован один из самых длинных крестных ходов в России, Федоровский. Есть шанс, что он будет возрожден? Ну, этот крестный ход, он и не прерывался, даже и в годы эпидемии, вот сейчас. Пандемия. Вот, ну, он приобрел просто такой локальный, немногочисленный характер. Мы надеемся, что вот эта вот угроза эпидемическая, она рано или поздно сойдет на нет, и тогда наша жизнь во всех отношениях и по всем направлениям вернется в нормальное русло, то в прежнем объеме и формате возродится этот вот Федоровский крестный ход, когда на день памяти старца Федора в город Томск идут пешком, преодолевая многие-многие десятки километров жители соседних регионов, в частности, с территории Кемеровской области, вот, что тоже свидетельствует вот особо благоговейном почитании старца Федора Кузьмича не только в городе Томске, но и в других регионах. Лизаншеры Суджинска и Кестоходцы идут. Поддерживаете ли вы личные связи с Святой Горой Фон после прекращения евхаристического общения? Ну, во-первых, Русская Православная Церковь прекратила евхаристическое общение, приостановила с Константинопольским Патриархатом из-за того, что Константинопольский Патриархат, как известно, вступил на путь раскола, вступив в евхаристическое общение с раскольниками, а по церковным канонам, кто служит вместе с раскольниками или еретиками, тот сам еретик становится еретиком или раскольником. И поэтому вместе совершать богослужение и причащаться из одной чаши с таковыми раскольниками невозможно. Поскольку Святая Гора Афон находится под амафором Константинопольского Патриарха, и Константинопольский Патриарх является епископом Святой Горы Афон, то, естественно, вот разрыв этого вот евхаристического общения с Константинополем, он как бы логично привел к разрыву такого общения и с Афоном. Но на самом деле не все так просто, потому что сам Афон, он неоднороден. И большинство насельников Афона, монахов, они категорически против той разрушительной работы, которую ведет Константинополь, против, по сути дела, православия, а не только против русского православия. И поэтому абсолютное большинство монахов, насельников Святой Горы, они держатся строго православных, таких канонических позиций. И поэтому, когда подобный вопрос задавали предстоятелю нашей Церкви Святейшему Патриарху на одном из собраний духовенства города Москвы Святейший Патриарх сказал, что он не видит ничего зазорного, если паломники, посещающие Святую Гору, будут причащаться, например, в нашем русском Свято-Пантилемоновом монастыре, который категорически не принимает раскольников. И поэтому паломники, которые посещают Святую Гору Афон, уже в наше время, они стараются посещать вот такие монастыри, такие скиты, которые не запятнали себя общением с раскольниками, а таких абсолютное большинство. И думаю, что поддерживать с такими монастырями общения вполне не только оправданно, но и полезно. Почему? Потому что они, по сути дела, находясь под административной властью Константинопольского Патриарха, нашли в себе силы не согласиться. И поэтому, если бы мы с ними не общались, то они лишились бы поддержки, пускай моральной, и с нашей стороны. И поэтому, мне кажется, что посещение Святой Горы и общение с такими монашескими общинами, верными православию, они весьма полезны не только для нас, но и для насельников Святой Горы для них это тоже поддержка. Поэтому и в настоящее время я с кем-то из святогорцев поддерживаю отношения. И хотя на фоне очень, так сказать, настороженно относятся ко всему мирскому, что может так разрушить уклад монашеской жизни. До недавнего времени в большинстве монастырей даже электричества там не было. Не только в храмах, но даже и в кельях только освящение свечной либо керосиновой лампы. Но сейчас появляется где-то уже в монастырях и интернет, и телефон, и поэтому иногда можно послать электронное письмо по электронной почте кому-то. С некоторыми из святогорцев я нахожусь в переписке, мы общаемся, созваниваемся иногда. На Святой Горе Афон подвезаются некоторые мои однокурсники под семинарии, с кем я учился вместе в семинарии. И тогда это было еще при советской власти, возникла необходимость пополнить братство нашего русского Пантелеймонова монастыря на Афоне. И вот некоторым предложили тогда поехать на Святую Гору Афон. И они тогда дали такое согласие. Я помню, как они готовились туда, потому что монастырь русский тогда лежал в руинах. Ведь при советской власти его не поддерживало ни власть, ни государство. паломники раньше не имели возможности выезжать за границу при советской власти. Это были очень редкие случаи, когда кто-то туда допирался. И поэтому поддержки не было никакой. Монастырь постепенно, медленно приходил в упадок. И вот старые монахи уже достигли преклонного возраста. Чисто физически они уже могли все умереть, и монастырь остался без насельников. Поэтому удалось решить вопрос пополнения монашествующими. Но ведь какие нужны были монахи, которые будут там не только Богу молиться, не только совершать богослужения, не только поддерживать жизнь в нашем русском монастыре, чтобы она не угасла. Но нужно было восстанавливать то, что за эти годы пришло в руины. И поэтому этих монахов, прежде чем отправить на Афон, учили водить трактор, столярному ремеслу, слесарному, сварочным работам обучали. Я помню своих однокурсников, которые, отсидев лекции в аудиториях, куда-то там направлялись в мастерские, где они уже учились сваривать, строгать, водить какие-то машины, грузовые, трактора. И они до сих пор, некоторые из них, там несут свое служение. Сейчас уже, конечно, это монахи-афониты, которые вобрали в себя весь уже опыт Святой Горы. Сколько с тех пор? Уже лет сорок почти прошло, или там тридцать с лишним. Это, конечно, уже даже по афонским меркам монахи такого очень глубокого афонского опыта. И я с некоторыми из них поддерживаю отношения. Спасибо огромное, Владыка. Нашим телезрителям давайте напомним, что любой из тех, кто смотрит нашу программу, может написать в нее. Достаточно набрать адрес православия 70 собака mail.ru либо предложить тему нашей программы или отправить вопрос. Владыка, беседа, мне кажется, вновь получилась достаточно интересной. Благодарю вас за это общение. Ну, такая беседа благодаря вашим вопросам, которые вы всегда понимаете, такие очень актуальные, интересные темы. Я вам тоже сердечно за это благодарен. Нашим дорогим телезрителям желаю, как всегда, доброго здоровья, радости, мира, благословения. да хранит нас всех Господь. Вы смотрели программу «Православный взгляд». Мы беседовали с Владыкой Томским и Асиновским митрополитом Ростиславом. Еще увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин